19 и 20 веков Презентацию сейчас можно включить В общем-то рекламой я занимаюсь на практике Иногда преподаю, в том числе иногда историю рекламы Ну, с чего начать вообще? Что такое рекламный образ, да, наверное? Вот, допустим, на первом слайде мы видим вот такой интересный образ Реклама Ариэль, как вы видите, смысл в том, что только одно платье Или что-то такое, в общем, тут непонятно Выглядит настолько ярко, настолько сохранило цвет после стирки Ариэлем Что даже вот бык взобрался, отреагировав на красный цвет Рекламодатели всегда ждут от рекламы того же самого Но по-настоящему каким должен быть рекламный образ, чтобы он зацепил целевую аудиторию Можно следующий слайд? Эффективный рекламный образ, обычно, немножко просто про образ расскажу сначала Должен перекликаться с культурными традициями С известными художественными образами С национальными стереотипами или, может быть, даже культурными архетипами Тогда персонажи и вообще сам сюжет рекламы будет легко узнаваться потребителям И будет им легко интерпретироваться То есть в отличие от художественного образа, который предполагает очень много разных смыслов Разночтений, которые, может быть, даже предполагает привлечение специальных исследователей Для своего толкования Рекламный образ всегда должен быть однозначен Если мы хотим, чтобы реклама была эффективной Потому что те смыслы символические, эстетические, которые, условно говоря, креатор закладывает в рекламу Делая её, должны быть абсолютно равны тем смыслам, которые понимает потребитель Реклама воспринимается пассивным сознанием Она не требует включения активного сознания и расшифровки этого образа То есть специфика рекламного образа заключается в том, что он воспринимается на ходу Мы знаем, особенно если речь идёт о какой-то наружной рекламе Или рекламе, которую мы видим, листая журналы или даже просматривая сайты У нас, у потребителей, нет времени останавливаться и долго задумываться о том, что же хотел сказать креатор Специфика рекламного образа, поскольку мы будем говорить о старых рекламных образах Заключается ещё в том, что он существует в рамках определённой эпохи Он обусловлен теми социокультурными факторами, которые присущи именно какому-то конкретному отрезку времени И через попрохождение этой эпохи, когда сменяются, допустим, когда у нас дореволюционная реклама сменилась советской То дореволюционная уже стала восприниматься даже больше как художественный образ, как носитель культурный Мы можем сейчас смотреть и понимать, как вообще выглядел, допустим, образ города того времени Но как рекламу мы уже это не воспринимаем То есть рекламный образ существует в рамках определённого времени И если подумать, какое определение может быть у рекламного образа вообще То, наверное, это идеальная эстетическая коммуникация, которая должна однозначно восприниматься целевой аудиторией И которая позволяет включить потребителя в этот процесс, подготовленный рекламной деятельностью То есть чтобы потребитель совершил какой-то акт На самом деле купил товар или воспользовался услугой И эстетические смыслы, заложенные в рекламном образе, опять же, абсолютно однозначны И очень часто базируются на культурных традициях Можно теперь следующий слайд? Мы подошли к, собственно, истоке российской рекламы Российская реклама, в отличие от европейской, развивалась не так постепенно То есть очень много этапов прошла европейская реклама, прежде чем превратиться в то, что мы знаем сегодня Российская развивалась больше урывками и за счёт заимствования той же самой европейской рекламы Или иногда восточная реклама, в зависимости от того, какой рекламный носитель мы рассматриваем Сейчас перед нами лубочные картинки Это такая народная графика Интересно то, что лубочные картинки как создавались самим народом То есть здесь не требовались профессионалы для того, чтобы создать подобные вещи Так и потреблялись тоже слоями населения, скажем так, не сильно образованными Поэтому на лубочных картинках преобладала всегда, как вы видите, визуальная часть, а текстовая была очень небольшой Тем не менее, вот в чём истоки, собственно, рекламы? Воспринималось, ну, несмотря ни на что, текст и картинка воспринимаются вместе То есть текст всегда дополнял картинку Что мы сейчас видим, собственно, на рекламных плакатах? У нас всегда должен быть слоган, ну или почти всегда, да, вот есть такие рекламные плакаты, где слоган отсутствует И я, несмотря на то, что занимаюсь рекламой много лет, сижу и по несколько минут думаю, что же, собственно, ну, в чём идея? Вот, слоган, текстовая часть нам всегда помогает идею уловить намного быстрее И вот воспринять всё единым образом, и картинку, и изображение Какие черты лубочных картинок важны, какие передались в рекламу? Потом в рекламные плакаты, допустим, или упаковку? Как вы видите, это достаточно простые линии, да, вот, допустим, очень много деталей Вот мы видим здесь человечка, да, такого человечка может нарисовать, ну, практически любой ребёнок Или там, вот такой домик или дерево То есть, в первую очередь, это простота Во-вторых, лаконичность Ну, несмотря на то, что какие-то могут присутствовать орнаменты Или дополнительные элементы, всё-таки картинка не перегружена Не перегружена, то есть, есть какой-то центральный сюжет Вот есть семья, да, и это просто какая-то иллюстрация социальной жизни То есть, очень часто лубочные картинки иллюстрировали какие-то социальные или политические реалии Вот, это яркость, да, мы видим, что они очень яркие И ещё такая, ну, черта, очень часто исследователи пишут, алиповатость То есть, специальная неаккуратность Вот, ну, здесь вот котика тоже Я взяла такого, именно древнерусского Вот, ну, можно, наверное, следующий слайд К последней трети XIX века Ну, то есть, мы сейчас не рассматриваем весь период, который был до этого Мы, поскольку тему взяли немножко более узкую Что у нас получилось в рекламной сфере к концу XIX века На самом деле, благодаря промышленной революции Которая во второй половине XIX века уже произошла Случился окончательный переход к рынку производителя Это значит, что товаров стало больше, чем потребителей И товары стало, ну, появилась необходимость их продвигать То есть, если раньше товаров было намного меньше И существовала и меновая торговля Ну, и, конечно, обычная торговля Но, в общем-то, потребитель сам добывал то, что ему необходимо То к концу XIX века уже производитель стал гоняться за потребителем И предлагать ему свой товар И рекламные носители, как вы видите, уже выглядят достаточно разветвленно То есть, у нас появилось, ну, вот это вот все В той или иной степени, вот вставила сюда, это у нас фантик конфетный Вот, перекликаясь с презентацией Вардана Решила взять космическую тему Очень такой неплохой сюжет Причем там, что интересно, вот в конфетных фантиках У них прямо существовали целые серии То есть, вот на тему космоса Там существует еще несколько те же самые конфеты Вот Ну, и, собственно, если переходить к упаковке Опять же, промышленная революция позволила Производить различные виды упаковки То есть, те же самые конфетные фантики Стало возможно производить только в 1880-х годах То есть, к концу века Ну, их тут же очень активно подхватили производители Почему? Потому что примерно в то же время Ну, может быть, чуть раньше Появилась возможность патентовать торговые знаки И, собственно, упаковка стала самым главным носителем торгового знака То есть, таким образом Ну, понятно, как и сейчас Но тогда особенно таким образом Производитель идентифицировал себя Обозначал свое место на рынке Вот, и упаковка носила очень такую важную роль Можно следующий слайд Вот, можно посмотреть Здесь у нас упаковка Вы, наверное, видели В советское время тоже подобные образцы упаковки появлялись Да и сейчас можно рассмотреть Но это вот упаковка действительно конца 19-го века Товарищества Жукова Которая производила там разные Там и чай, и конфеты, и мыло В общем, различные вещи Вот Много тоже деталей, как вы видите Но здесь в первую очередь присутствует сама Ну, одна из фабрик, да На упаковке Это вывеска Ну, здесь, собственно, она больше шрифтовая Хотя среди вывесок было очень много живописных То есть, в 19-м веке Улицы выглядели таким образом Что все дома были обвешаны вот этими красочными вывесками А поскольку у нас достаточно такие серые здания, да, как вы знаете То вывески как раз таки очень украшали лицо города К сожалению, сохранилось не так уж много вот этих образцов Может быть, в каких-то коллекциях, которые привозят в музеи А так, если искать в интернете, то самих живописных вывесок Ну, их очень сложно найти Ну, это, собственно говоря, образец плаката Как вы видите, здесь использован прием натурализм То есть, товар показан, в общем-то, лицом Без каких-либо дополнительных смыслов Или каких-то приемов ассоциаций или метафор Вот И это было достаточно характерно для большинства производителей Но наряду с этим существовали, конечно, и другие подходы в рекламе Можно дальше Вот Если, ну, до конца рассматривать натурализм То вот мы видим Здесь у нас товарищество силу и ко Это плакат На котором, вот, печенная продукция, скажем так Полностью изображена Именно все виды, которые возможны Несмотря на то, что многие из них Ну, собственно, они, наверное, даже все Плюс-минус из одного и того же теста Просто разной формы Вот В углу у нас с лимончиками Это, опять же, конфетный фантик И вот это вывеска живописная Живая рыба То есть мы видим тоже здесь Достаточно натуральное изображение Вот Но она такая Умеренная по цветам Не очень яркая Можно дальше Вот А в это время Что, собственно, происходило в Европе И откуда у нас были образцы Помимо вот натуралистических плакатов И других рекламных носителей И откуда были иные образцы В Европе Активно Уже существовал стиль Модерн Или арт-нуво Ну, поскольку все художники Вы, наверное, знаете Они в основном стекались Во Францию В Париж Вся богема существовала Именно там В последние трети 19 века Вот То и стиль Больше называли Арт-нуво То есть на французский манер Новое искусство Это у нас плакат Жулия Шере Очень известный плакатист Художник Но и плакатист того времени То есть Рекламных работ у него очень много Если вы откроете в интернете Вы найдете Массу примеров Это плакат называется Балмулен Руш На нем вы видите Вот такие необычные Достаточно силуэты То есть это не реализм На реалистичное изображение Это не похоже Здесь используются Помимо того Что другие шрифты Здесь используются Совершенно другие приемы Появляются необычные тени Вот Есть отказ От реалистичного Самого изображения То есть здесь Просто вся эта компания Она подзависла в воздухе Сзади вот это Сам Мулен Руш Да На фоне То есть здесь уже нет Реализма в картинке Это плакат Анри Тулус Латрека Тоже очень известный художник И в том числе плакатист Опять же посвящен Вот этому кабаре Мулен Руш И конкретно Танцовщице Ля Гулю Кто смотрел Мулен Руш Мюзикл Там ее играла Николь Кидман Вот Опять же Здесь отказ От реализма Да То есть мы видим В общем-то Очертания Мы видим силуэты Вот вся задняя Вот эта вот Вся задняя линия Это просто силуэты Но мы понимаем Что там подразумевается Что вот так вот Вокруг стоят люди Сзади стоят Спереди какой-то тоже товарищ Вот Но он уже выглядит В общем-то Как Какой-то Призрак В лучшем случае Вот И отдельно Конечно стоит выделить Альфонса Муху Чешского художника Его стиль В конечном итоге Получил название Стиль Мухи Потому что Несмотря на то Что он вышел из модерна Он был совершенно Самобытный И ни на что не похожий И потом уже Другие художники Заимствуя Что-то у Мухи Получается Заимствовали Это Из его авторского стиля Ну Здесь интересен Орнамент Вот Характерные черты Арт-нуво заключаются В том Что Произошел отказ От линий От четких линий И от прямых углов В пользу Наоборот Плавных Линий И каких-то изгибов Ну можно дальше Вот Это наши Плакаты В стиле модерн Конечно Если так рассматривать Вот в общей массе Я конечно статистику не вела Но Больше всего Стиль модерн Прослеживается в афишах В рекламе Посвященной книгам В каких-то Социальных плакатах Например Посвященных Благотворительным базарам Ну в то время Это так называлось Да Вот И так далее То есть В меньшей степени Стиль модерн Использовался в рекламе Товаров Да Широкого потребления Скажем так Вот И Ну Сложно сказать С чем это связано Я так посмотрела Что Естественно В стиле арт-нуво работали Больше художники Настоящие художники То есть не просто графики Которые рекламу рисовали Вот И у художников Опять же Если брать и рассматривать Какие конкретно плакаты Они делали Их больше интересовали Вот эти темы То есть Скорее всего Они просто меньше работали В области товаров Широкого потребления Им было интереснее Там Рисовать Допустим Афиши Или что-то Связанное с книгами Вот И С другой стороны У нас опять же Два конфетных фантика Но на них можно посмотреть Вот Насколько стиль модерн Уже Проник Собственно В российские традиции Вот здесь Вы видите Цветочные орнаменты Да Они были Вообще Очень характерны Для стиля модерн То есть Очень многие художники Которые работали В этом стиле Даже были Настоящими ботаниками И они постоянно Черпали вдохновение Вот В мире Цветов Стеблей Различных растений Почему? Потому что Ну Как вы знаете Очень большое многообразие Да Флоры И Очень много Простора Для фантазии Вот Собственно Вот наверху Тоже Женский образ И вокруг Вот Опять же Такие Растительные образы И конечно Помимо растений Объект красоты Основной Это конечно же Женщина Да Она присутствует На всех Плакатах Стиля модерн Очень часто У нее такие Летящие волосы Это тоже Как раз таки Вот к той теме Изгибов И Более интересных Усложненных линий Вот Собственно Модерн Противопоставлял себя Опять же Реализму Потому что Вообще Если вы историю искусств Знаете Или интересовались Этим вопросом В общем-то Все эти течения Импрессионизм Да Потом в начале 20 века Которые появились Дадаизм Кубизм Они возникли Просто как Противопоставление Традиционной живописи Вот И в том числе Модерн Ну В импрессионизме Рекламные плакаты Не рисовались А вот модерн Использовался Достаточно широко Какие еще У нас были Собственно Образы Интересный Не русский стиль В российской рекламе То есть То что мы Рассмотрели В самом начале Да Лубочные картинки Потом Черты И вот эти вот Архетипы Которые Использовались В картинках Они постепенно Перекочевали Вот В не русский стиль То есть Мы тоже здесь Видим Каких-то Узнаваемых Персонажей Вот там Вот фольклорный Персонаж Это явно Богатырь Такой Былинный Вот Здесь Явно Узнаваемые Персонажи С какого-то Какого-нибудь 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 Ярмарки Да Или Большого Очень Рынка Вот Это плакат Тоже Известного Художника Билибина Вот Не русский Стиль Таким образом Опять же Несколько Противопоставлялся Реализму Но Чем отличался От модерна Очень много Деталей Здесь может Возникнуть То есть Помимо Орнамента Здесь Вот Как вы видите Прорисованы Да Персонажи У Лусла Трека Много Персонажей И здесь Много Персонажей Но здесь Мы В общем-то Всех Их Можем Рассмотреть Видны Лица Видны Одежды И В общем-то Детали Вот Про Фольклорные И сказочные Мотивы Сказала Да То есть Они тоже Были Характерны Для Не русского Стиля Вот Ну Можно Дальше Собственно Реализм Вот так Вот Выглядел Очень Часто Вот То Что В самом Начале Я говорила Рекламный Образ И В рекламном Образе Эффективно Использовать Человека В Противопоставлении Допустим Какому-нибудь Нарисованному Персонажу Почему Потому что Если используется Человек Потребителю Гораздо проще Узнать Ситуацию Потребления Гораздо проще Идентифицировать Себя С героем Рекламы Да И собственно Включиться Опять же Вот в этот Процесс Потребления Вот Здесь Как мы видим Достаточно Узнаваемые Персонажи То есть Здесь Какие-то Утонченные Дамы Дегустирующие Пасту Итальянскую Ну вот Здесь более Такие Мещанские Образы Вот И еды Побольше И рекламируется Пиво Вот Поэтому Конечно же Производители Не желая Рисковать Как и сейчас Да Те Кто работает В рекламе Те знают Что Рекламодатели Они Больше любят Проверенные Приемы И реализм Конечно же Был проверенным Потому что Большинство плакатов Выполнялось Все-таки В этом стиле И как-то Работало Да И плакатов И вывесок И упаковки Всего такого Можно Можно дальше Вот Я назвала Вот такие Плакаты Их вообще Не очень много Примитивный Сюрреализм Как вы видите Здесь Вот эта вот Реклама Очень известная Товарищество Эйном Отдельно Еще скажу Про него Опять же Детский образ Это понятно Что на рекламе Сладости Очень часто Возникало Но И слоган В общем-то Понятный Но здесь Могла быть Совершенно Другая Картинка То что Маленькая девочка Куда-то шагает И мой первый шаг За печеньем Это все Реализм Но как вы видите Она перешагивает Реку Да И прямо Вот собственно К фабрике Эйном Хочет попасть Это уже У нас Немножко Сюрреализм Ну и На этом плакате Опять же Рекламируется Пиво Но Такой Гипертрофированный Рак Вот Таких плакатов Не очень много В общем-то Сами черты Изображения Ну сами изображения Они в общем-то Взяты из реализма У них нету Черт присущих Другим стилям Но вот По сюжету Плакатов Это уже Конечно же Такой примитивный Сфер реализм Вот Собственно Про товарищество Эйном Кто был в Москве Прекрасно знает Берсеневскую набережную Красный Октябрь Сейчас там Располагается Множество Всяких Хипсерских мест Там баров В каких-то Галерей И так далее Вот Это Было Товарищество Эйном Оно Было Основано Еще В 1851 Году Собственно По-моему Называлась Паровая Фабрика Шоколада Конфет И чайных Печений Вот И в общем-то Да В 1851 И в общем-то Так она и Просуществовала Ну вы знаете Наверное Эту историю Потом Она была Переименована В Красный Октябрь И вплоть до 2007 года Фабрика так и называлась Красный Октябрь И в общем-то Ее конфеты Ее шоколадная продукция Всем очень хорошо известна Вот Здесь тоже Я привела Такой детский образ Отдельно про них ничего не говорю Но понятно Что в рекламе детских товаров И в рекламе сладостей Дети использовались очень часто Вот Здесь такой забавный Малыш С какой-то серьезной Очень дубинкой Вот Ну можно дальше Знаменитые художники Ну вот На самом деле Их довольно много Может быть Не все Так хорошо известны Да Но Образцы их На самом деле В наших галереях Там например В Третьяковской Точно образцы Их работ Можно найти Вот Здесь у нас Воснецов Да Ну Воснецова Наверное Большинство Знает Как вы видите Очень интересный сюжет Это как раз таки Реклама благотворительного базара Вот Но с таким Опять же Древнерусским Мифологическим Даже сюжетом Вот Богатырь Здесь у нас Вот верхний плакат Это Леон Багст Ну это тоже Что-то вроде Выставки Писем Которые Писем Красного Креста И Лансере Евгений Евгеньевич Лансере Это реклама Газеты Опять же Как вы видите Художники Выбирали для себя Ну скажем так Более интеллектуальные Что ли Или социальные темы Если уже работали В области рекламной графики Вот Можно дальше И Здесь тоже Небольшой привет Другому спикеру У нас С одной стороны Реклама Сигарет Вот Такая Огромная сигарета И множество Женщин Очень интересный Такой В общем-то Гендерный прием Как вы видите В чем-то Эротика Даже здесь Заключается В этой рекламе Вот А Этот образ Женский Если рассматривать Это вообще Знаменитый плакат Может быть Опять же Многие из вас знают Что сейчас есть Такое пирожное Почти во всех Кондитерских Называется Анна Павлова Ну так вот Это та самая Анна Павлова В честь которой Она вообще Создавалась Великая русская балерина Ее Вот такой Интересный Можно даже сказать Портрет Ну хотя на самом деле Эта афиша Создал Никто иной Как Валентин Серов И Ну история создания Была очень интересная То есть Он очень долго Думал И экспериментировал Как именно Ее нарисовать Как сделать эту афишу Эта афиша К русским сезонам В Париже Вот Русские сезоны То есть там Русский балет Вот И он Много раз Заставлял ее Танцевать Двигаться Чтобы она Подпрыгивала Потом вот так вот Замирала Как в общем-то Он ее в итоге Запечатлел Это синий фон Это такой был фон Ну самой сцены Где она репетировала И в итоге Вот эту вот Динамику Он уловил Это удивительный плакат Он всегда рассматривается Отдельно В истории Российской рекламы Ну и опять же Вы видели Что таких аналогичных образцов нет То есть здесь вообще Нет ничего лишнего Здесь исключительно Фигура вот этой балерины Отнести К какому-то стилю Ну сложно сказать На самом деле То есть ближе Конечно же Наверное К какому-то стилю С его романтичностью С его Какой-то вот этими Летящими Изогнутыми линиями Да Но в целом Характерных примет Тоже нет То есть плакат Стоит особняком Но считается Конечно Таким достаточно Грандиозным Вообще В истории Российской рекламы Вот И Что у нас дальше Ну вот Современная реклама Вы ее видите Постоянно Унаследовала ли она Те черты Однозначно Скажу что да То есть если вы Возьмете Разные образцы Вы там увидите И вот эти самые Лубочные традиции Какие-то примитивные Изображения Выполненные в технике Детского рисунка Или в технике Такой народной графики Шрифтовые афиши Которые были Характерны для 19 века Они точно так же Существуют и сейчас Да То есть Очень Когда речь идет О каких-то Дизайнерских работах Например О выставках Дизайнеры любят Ограничиваться Просто Какими-то Шрифтовыми Плакатами Не Без использования Изображения Вот Ну и здесь Взяла более характерные Для нас Два Да Две рекламы Все-таки Очень важно То что Сохраняется Текстовая часть Да И текстовая часть Как раз таки Служит Ключом К декодированию Того самого Рекламного образа То есть Если мы ее Сейчас уберем То будет Не очень понятно Да Что имеется ввиду Вот А на верхнем плакате Вообще собственно Ежу понятно Здесь Такое тоже Объединение Изображения И слова Даже В единое целое Вот В общем-то Много еще есть Каких-то таких моментов У меня наверное Все И готова Ответить на вопросы Спасибо Пардон Все это В рекламной фанте Напомнило Агитационные плакаты Какие-то Они как-то связаны С рекламой Как меня С Комментируем Нет С агитационной Рекламой Это не связано То есть Агитационная реклама Возникла уже Ну соответственно После революции Здесь мы рассматривали До революционный период Вот И Как таковой Агитационной рекламы В то время не было Бывали социальные плакаты Но они не носили Такой агрессивный характер Который появился С приходом Советской власти Который вы все Хорошо знаете То есть Просто Графики Художники Которые работали позже Уже в советский период Во-первых Некоторые из них Это были те же самые художники Потому что прошел Совсем небольшой Период времени Те кто Рисовал в дореволюционной России Потом автоматически Рисовал уже и в советской Если конечно Как бы не эмигрировал И не отказывался От этого дела Вот Во-вторых Советские графики Просто перенимали Какие-то традиции Да У дореволюционных Что в общем-то Понятно И характерно Для любого процесса Поэтому где-то Вам могут показаться Там орнаменты Или персонажи Что-то может перекликаться Но как таковой Прямой связи Нет между ними Еще вопросы Да Вот Они не рекламировали ничего В них просто было Бывали лубочные рекламные картинки Но Здесь я просто привела Примеры характерных Лубочных картинок Для Того Чтобы Прииллюстрировать Истоки Именно российской рекламы То есть Характерные черны Которые потом Передались Вот в конкретно Уже рекламную продукцию Такую как Упаковка И рекламный плакат Там они носили Социальный И политический характер Те лубочные картинки Которые я привела Ну то есть Сейчас мы бы Их рассмотрели Как образцы Социальной Либо политической рекламы Некоммерческой Да Анна Характеризовать Взаимосвязь Между Образами Дореволюционными Особенно шрифтами И манерой написания Которые сейчас Почему-то С безумной страстью Используются Многими производителями Ну вообще Насколько я понимаю То есть Вот тоже Как специалист В этой области Мы с большим Уважением Относимся К той эпохе Почему? Потому что Работали тогда Действительно Профессионалы И очень многие Дизайнеры Черпают вдохновение Именно вот В дореволюционной Графике Получается Что по-настоящему Интерес вызывает Дореволюционная графика И графика 20-х годов После Когда уже начался Социализм Честно говоря Ну там Можно что-то Посмотреть Но в общем-то Уже это не очень интересно Поэтому Наверное Во-первых Есть возвращение К вот этим традициям Во-вторых Потому что В принципе Ну как вы знаете Есть определенная Цикличность То есть Сейчас мы Сначала пришли К какому-то минимализму Да А теперь мы От минимализма Опять хотим Вот наращивать Там То же самое Рекламное изображение Или брать Какие-то более Объемные Там интересные шрифты И уходить от более простых В общем-то Я думаю Что это обусловлено Во-первых Ну вот Той причиной Что это нас вдохновляет И то что Это уже устаревает Да То есть то что мы Используем сейчас Оно уже как-то Приелось Уже все это знают Давайте использовать Что-то новое А новое Как всегда Черпаем В хорошо забытом Старом Все Спасибо за внимание И спасибо Что пришли Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому